Весна 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 Как бы поменьше дать людям и как можно ловче обчистить их карманы. Этакий коллективный Остап Бендер по части техники законного отъема денег. Но не они, а отцы первооткрыватели. Например, в Югре и за ее пределами примерно 140 тысяч человек 25 лет назад вложили свои чубайсы в чековый фонд «Титул» и до сих пор не получили ни одной копейки дивидендов. И таких обдираловок по стране тысячи, а обманутых акционеров миллионы. Но нас уверяют, что все в шоколаде. Вот, например, по данным Росстата на Ямале средняя зарплата 77 500 рублей. Ну, согласитесь, не жизненно сказка. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я, как депутат, представляющий Деменскую область, Югру и Ямал, часто общаюсь с избирателями и знаю, что большинство северян такую зарплату и в глаза не видели. Да, в советские времена те, кто работал на северах, получали больше, чем их союзные министры. А нынче доходы людей ничем не отличаются от заработков на большой земле. Чтобы защитить оставшиеся льготы северян, я внес законопроект о том, чтобы гарантировать районные коэффициенты и северные надбавки при любой экономической ситуации. Однако проект закона вполне ожидаемо не поддержали ни правительство, ни комитет по бюджету. Это замечательный пример того, как коллеги из «Единой России» не на словах, а на деле заботятся о людях, создающих нефтяные богатства нашей страны. И это при том, что нефтяная угла становится все более хрупкой. По данным Минприроды, извлекаемость запаса нефти в России составляет всего 140 миллиардов тонн. А по оценке некоторых крупных ученых, из этого объема мы сможем взять гораздо меньше. Достаточно сказать, что обводненность ряда месторождений, коллеги, это очень важный и тревожный факт, достигает 95%, а на знаменитом самотлоре 98%. То есть мы добываем уже не нефть, а воду с тонкой пленкой нефти. Срочно нужны новые технологии нефтедобычи. В России есть перспективная технология, повышающая отдачу пласта и рентабельность. Она основана на применении жидкого азота как альтернатива методу гидроразрыву с его дороговизной и огромным вредом экологии. И что же вы думали, фонд Сколково уже который год уклоняется от выплаты гранта в размере 5 миллионов рублей. Сейчас заработчики мыкаются по кабинетам в поисках 4 миллионов для проведения завершающих исследований, явно перспективной, а может быть, революционной технологии. О каком импортозамещении и развитии можно вообще говорить, если существующая система жестко противится внедрению инноваций? Между тем, министерство изобилия РФ продолжает вкладываться в благополучие Америки. Глава Минфина заявляет, что правительству для антикризисного плана не хватает 130 миллиардов рублей. А в экономику США ухнули уже почти 100 миллиардов долларов. Щедрость запредельная. Антикризисная программа правительства явно развивается по традиционной схеме. Сначала большая шумиха, потом полная неразбериха. В случае, если нефтяные цены вырастут, будет награждение непричастных. В случае, если упадут, будет наказание невиновных. И дело не только в том, что эти грандиозные антикризисные планы, скорее всего, так и останутся тоннами бумаги, на которые перевели гектары ангарской сосны. Дело еще в том, что туда заложены изначально порочные принципы. Взять, к примеру, программу поддержки машиностроения. В автопром предполагается вложить 50 миллиардов долларов. Дело хорошее. Виноват, рублей. Дело хорошее. Но не пойдут ли эти миллиарды на поддержку отверточной сборки иностранных машин? Между тем, у нас тревожная ситуация с авиационным двигателестроением. Однако старанием бюрократии фактически похоронят уникальный, подчеркиваю, революционный авиадвигатель НК-93, созданный на Самарском научно-техническом комплексе имени Кузнецова. Цена вопроса – 2 миллиарда рублей. Но прозападная бюрократия стоит стеной. Лучше прикупим еще Боингов. А нефтегазовое машиностроение? Мы все танцуем вокруг доходов от продажи нефти и газа. А их что, святой дух добывает? И чем добывает? С применением лома и топора? Да нет, нынче такие сложнейшие технологии горизонтального бурения, что космос отдыхает. А если мы хотим хотя бы сохранить уровень добычи нефти, надо вкладываться в геологию и в нефтегазовое машиностроение. Да и в науку не забыть бы. Ну и на это денег нет. Это на макро уровне. А на земле вообще беда. Вот некоторые проблемы, с которыми ко мне обратились предприниматели города Мегион в Ханты-Мансийском автономном округе. С июля 2017 года вводится онлайн контрольно-кассовые машины. Они обойдутся от 50 до 100 тысяч рублей. Плюс обслуживание и оплаты высокоскоростного интернета. Набегает кругленькая сумма. Необходима отмена этого решения для предпринимателей, работающих на обмененке и патентах. Далее. Это очень крупная проблема, коллеги. Нефтегазовщая компания навязывает своим партнерам договора с отсрочкой платежей 90-120 дней. Это ведет к разорению подрядных организаций. По сути, как ни парадоксально, малый бизнес беспроцентно кредитует крупный. Надо добиваться, чтобы расчеты между крупными компаниями и подрядчиками не превышали 30 дней. Еще одна беда. Экспансия крупных оптовиков, которая занимает более 70% местных торговых площадей. В результате магазины шаговой доступности закрываются. За ними разоряются мелкие местные производители. Надо внести изменения в закон о торговле, ограничивающие долю иногородних торговых сетей на рынке 40%. Да еще и профессионализм падает не только на уровне Министерства изобилия, но и на местном уровне. Нас все пугают террористами. А в сургутском локомотивном депо в прошлом году сгорело два тепловоза, столкнулись два поезда. Да еще было порядка 830 случаев отказа локомотива в пути. Какие тут террористы? Дело дошло до того, что в том же сургуте железнодорожников перевели на самообучение, а опытных работников, добивающихся соблюдения служебных инструкций, увольняют за это. К чему я все это? А к тому, что у нас во главе экономического блока правительства все та же команда Ельцина, Чубайса, Гайдара. Они только перемещаются по горизонтали с одного министерского поста на другой. Но как справедливо заметил великий русский басник Крылов, вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты, не годитесь. Сегодня вторая годовщина присоединения Крыма. Вчера была 25-я годовщина референдума о сохранении России. 78% проголосовали за.